Доброе утро. У меня сегодня подработка из 6.40, должны забрать меня тут на месте. Сейчас пришел, жду, но есть проблемы. Я вышел на час раньше, потому что у меня время стоит на час позже в телефоне. Теперь приходится целый час сидеть, ждать нужного времени. Там, что буду на работе, покажу, постараюсь. На телефон постараюсь как-то, может что-то интересное получится. И самая подставная такая штука, что здесь даже нигде посидеть. Какой-то сидеть на бордюрчике. Возле дороги ездят машины. Вот так вот. Сейчас уже 6 часов, сейчас пойду в магазин, куплю воды и Миксли написал. Чувак, который дает работу, что в 6.15 получится ли у меня. Он сказал да, потому что я уже здесь, перепутал время. Он сказал окей. Поэтому осталось ждать все немножко по наступающим вручал. Мы меня забрали, сейчас мы едем на работу. Где-то в другой стороне, где мы живем. Вот нормальный, в принципе, ребята. Будем нажать бордюры. Спросил, жил ли я какая-то бордюры. Там выше, там быстро все. И спросил, и работал я как-то настройки, сказал, что да, был опыт в Украине. Говорит, а да, окей, все. Еще быстрее боюсь. Ну вот. В принципе, я понимаю, нормально. Многие из вас впервые, скорее всего, едете в Польшу или собираетесь только ехать. И вот только сейчас решили ознакомиться, так скажем, заочно на YouTube-платформе. Что же вас ожидает? Так вот. Начнем с самого начала. Когда вы сюда приедете, сколько бы вы видео не посмотрели, поверьте, для вас все будет удивительно, восхитительно, неожиданно и страшно порою. Вот. Потому что незнакомо. Незнакомо язык, незнакомо сфера обслуживания, так скажем. Не знаю, как это правильно применить. Ну, то есть для вас очень многие вещи будут в новинку. Живя в Украине, мы не можем себе какой-то сервис... Он для нас дикий. В общем, вы будете диким, поверьте мне. Начиная от таких мелочей, как приобретение билета и как разобраться в схемах поездов, автобусов и тому подобное. Поэтому попросить помощь земляка в таком случае я считаю вполне нормальным. То есть вы действительно впервые, вы не знаете и плюс не сразу каждый может, даже изучая язык, скорее всего, вы изучали его просто на слух. Какие-то фразы зубрили, чтобы сказать, да, там, как вас зовут, поздороваться, поблагодарить и так далее. Вот. Но прочитать надписи, допустим, не все сразу могут и не все вообще к этому именно стремятся. В основном все стремятся маломайски объясниться. Ты моя? Понимать, не понимать и так далее. Поэтому, конечно, освоиться будет нелегко. Вот. В этом моменте, то есть помощь земляков я считаю вполне приемлемой и правильной. То есть, в принципе, вам поверьте, помогут и не земляки разобраться. Даже те же поляки очень добродушно подойдут и помогут, и подскажут, так как они не дикие, и к ним приезжают туристы. И для них это нормально. Так. Второй момент. Что теперь мы понимаем под словом земляк нам должен помочь и так далее. И вообще вот это вот красивое, такое прекраснейшее русское слово должен. Да, конечно, вы можете сказать, нам ничего никто не должен. Если такое, мы вообще не такие. Ладно, не подпи. Должен, да, помочь, подсказать. То есть, поначалу даже элементарное слово «школение», которое вы не раз будете слышать на работе, для вас поначалу будет непонятным и вообще непонятным. У меня почему-то ротная память закончилась. Как тут что-то запишешь, если в голове дырка? Ааа, я ведь написала все. Конечно же, вам будет непонятно, в какой банк вам пойти и где лучше открыть карточку банковскую, какой мобильной связью вам пользоваться, как проходит школьение и стажировка это или не стажировка, сколько времени оно будет и на работе разобраться, как бы, и адаптироваться первое время. Вот, все эти нюансы, это вполне вообще нормально. И тут даже чисто человеческий какой-то фактор должен сыграть, а не то, что вы земляк или не земляк. Это я так считаю. И уверена, что со мной согласятся очень многие. Вот. Теперь перейдем к такому второму, серьезному уже моменту. Это то, когда я считаю, что люди перегибают палку, а потом обвиняют, что ты какой-то недоделанный, и вообще как бы сфигали ты не помогаешь. Ну, вообще-то земляки. Знаете, вы наверняка встречали таких людей, я их называю манипулятор-халявщик, потому что есть и такой, и такой тип, а это вот все в одном. Так вот, такие люди вообще не считают, что они должны, во-первых, тебя даже хотя бы поблагодарить за информацию, либо за оказанную тобой помощь. Вот. А когда ты начинаешь возбухать, то есть что-то свое пикать там, какую-то претензию высказывать, ну, он такой, типа того, что он... Ты чего? Вот ты такая свинья, да? Вообще-то, вообще-то мы земляки. Мы с одного города, мы с одной страны. И ты вот так вот поступил со мной. Ну, и все в таком роде. Так вот, ребят, когда вы приезжаете в Польшу, я хочу, чтобы вы все-таки не были такими людьми, чтобы вы не прикрывались ни в коем случае этой фразой. Вот украинец, украинцу враг и все такое. Будьте в первую очередь людьми, добродушными, доброжелательными. И если уж вам кто-то в чем-то помог, подсказал, будьте ему благодарен. Если нет, он вам не должен ничего подсказывать. Примите это просто как факт. Вот не должны. Что еще вам не должны? Вам не должны предоставлять свое пользование ножи, вилки, ложки, кружки, моющие средства, полотенце. Это тоже вы должны либо привезти с собой, либо купить, уже находясь здесь. Вот, что настоятельно вообще рекомендую. Почему? Потому что тогда просто меньше появится таких украинцев в вашем окружении, которые вам желают зла. Вот. Если у вас будут все личные принадлежности оставаться вашими личными, и вы не будете пользоваться общим людей, которые желают вам нехорошего, поубавиться, поверьте. Вот. Так. Отсюда вытекает момент, что же с собой взять. С собой взять вы можете паспорт биометрический и больше и себя, и больше ничего. А, нет, и деньги. Конечно же, даже без денег. Ну да. В первую очередь деньги. Вот. Если же у вас есть деньги, ваши финансы располагают, чтобы приобрести все здесь уже, а не пользоваться чужим. То есть, welcome, супер. Если же у вас финансы поют романсы, то печальные при том. Есть веселые романсы? Мне кажется, они все печальные. Так вот. Если финансов очень мало, то я бы очень сильно настоятельно рекомендовала все-таки что-то подешевле, что-то не очень, не очень там супер-пупер, но как бы взять с собой. Что именно? Наверное, все, что вам необходимо для приготовления пищи и после уборки за собой. Что касается уборки за собой, это следующий пункт. Пункт номер три. Да? Наверное. Наверное, три. Вот. Уборки за собой. Ребят, как бы земляки земляками, но мы приехали из разных городов, возможно, нет. Мы приехали из одной страны, но, возможно, из разных городов, но однозначно мы все приехали из разных семей, где каждый из нас рос по-своему. Да, я понимаю, что есть такие мужчины, которых женщина отправила на заработки, но почему-то не научила к таким тонкостям. Что женщина не научила своему мужчину мыть посуду за собой, вытираться со стола после того, как он потрапезничал, соблюдать геену после себя в клуазете и многое другое. Так вот, уважаемые дамы, чьи мужья уезжают далеко от них для того, чтобы заработать денежек, научите их, пожалуйста, если вдруг, если вдруг, но я уверена, что у вас точно не такой мужчина, что у вас с этим все окей. Вот. Почему? Потому что, когда ты свинья, я буду так это уже выражаться, вот, то фраза, ну мы же земляки, что здесь такого, да, я привык, я холостяк, или еще что-то, вообще не катит, вот честно, ребят, не отравдывайтесь таким образом, потому что, ну, это как минимум, вы просто элементарно первые не уважаете людей, с которыми вы живете. Вот. Поэтому очень частенько я встречала вот такие моменты, что человек элементарно ведет себя по-свински, пользуется чужими принадлежностями, а когда ему делают замечания и высказывают свое фе, он начинает как бы наезжать о том, что, о, понятно все, все вы вот это украинцы одинаковые и все такое прочее. Вот. Поэтому не надо путать такие моменты. Почему на самом деле, с чем согласна, это с тем, что украинцы, действительно, я не буду говорить про другие национальности, так как, увы, но я не сталкивалась, например, я, мы жили с девушками из Белоруссии, с одной девушкой вот до сих пор поддерживаем, маломайский, но связь. Почему? Потому что человек просто замечательный, человек уважителен к другим, как бы, мне кажется, даже иной раз мы дискомфорт причиняли им, а не они нам. Вот. Так. Поэтому я вот не сталкивалась, поэтому я буду говорить сугубо о украинцах, получается. Ну, я уверена, что это общая проблема, если честно. И вообще абсолютно не важно. Просто наши постоянно в основном эти фразы говорят. Вот. 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 Вот постоянно я слышу о том, что украинец, украинцы, не друг. И все такое. А вот они и там. Такие сикипахи. Вы сами так ругаетесь. Вот и все. Так. Что хочу сказать по поводу, действительно, какие ситуации бывают очень неприятные, очень обидные. Это то, что зачастую в польских агентствах, которые работают уже посредниками на заводе, то есть по найму сотрудников. Вот. Зачастую там есть либо украинская девушка, парень, переводчик, то есть в роли переводчика, либо координатор. Так вот. Такие люди, а в основном это бывшие студенты, либо в данный момент студенты, учащиеся, да, то есть молодые люди, у которых еще очень много перспектив впереди, но они вот нашли такую работу, очень удобную, потому что иной раз, мне кажется, координаторы вещают из своих квартир, даже не будучи в своих офисах каких-то там этих фирм и так далее. Иной раз мы даже их не видим в лицо. Вот. Потому что они вечно в делах, вечно в заботах, вечно они заняты. Но только почему-то вопросы с вами зачастую решаются очень долго, не пойми, чем они заняты. Поэтому я сделала такое предположение. Это просто мое предположение, ни больше, ни меньше. Я его никакими фактами подтвердить не могу. Вот. Но такие ребята, они приезжают сюда, и, знаете, иногда мне приходилось работать с ихними родителями, которые во благо своего ребенка приезжают сюда в Польшу потрачить на этих заводах, извините, некрасивое слово, горбатиться на этих заводах, вот, чтобы обеспечить обучение этому ребенку. Потому что обучение, возможно, дороже, возможно, нет, чем в Украине, вообще не знаю. Вот, насколько слышала, что не дороже. Это примерно так же. Вот. И они работают здесь, они живут в этих квартирах, в этих условиях. А их дети учатся в этот момент. Потом эти дети выучиваются и идут работать этими координаторами. Им плевать вообще, в какие условия они селят, уже других гастарбайтеров, так скажем, где они живут, почему их кидают на деньги, кто их кидает на деньги. Им плевать на это, абсолютно плевать. И все. Вот здесь немного печально становится. Почему? Потому что, действительно, земляк поступает так земляком. Такие вещи я не раз слышала о заработках в России. Вот. А в России так же. Кто-то приезжает туда, поработал на стройке или на каком другом объекте. И уже набравшись опыта, решил выступать каким-то подрядчиком. И потом набирает иной раз со своего города даже ребят. И потом может просто смыться, извините, и оставив рабочих своих без денег на объекте, где-нибудь там в лесу. Вот. Такие ситуации я слышала. Я не утверждаю, в них не попадала, поэтому могу говорить только то, что слышала. Вот. От этого печально, от этого обидно. Но когда человек вас ни в чем не кинул, ни в чем не обманул, но вы предъявляете ему претензии, потому что он А. Слишком мало вам информации предоставил. Б. Не предоставил в общее пользование свою кастрюлю или сковородку, которую он кровно заработал и привез сам. А. Вот. Если он вам не предоставил, не знаю, свое место под боком и так далее. То есть это, я считаю, наглостью. Вот. Ребят, не путайте это. А я сейчас буду ждать Серегу. Вот. Потом мы, наверное, пойдем в магазин. Ну и он расскажет, как у него первый день прошел, потому что он сегодня работает. Я вас немножко помучила своими рассказами, поэтому обязательно при монтаже укажу ту самую минуту, когда вы можете перемотать и наслаждаться другими. Другое видео, другим видео уже, частью видео другим. Смотрите. Поработал пипец, конечно, долговато. Даже пять вечера. Я думал, что, скорее всего, до двух, но нет, до пяти аж. В принципе, почти 12 часов, но так получилось, что мы приехали туда в 7 примерно. И начали работать примерно в 8, потому что у них свои проблемы были, там принялся какой-то план. И много, короче, там своих мелочи, там еще сидели долго, ждали меня ночево. В итоге около 4 часов потеряли просто так вот. Поэтому. Заработал сегодня 100 злот. Очень клево, завтра еще заработаю. Ну, уже тогда говорили, что здесь, чтобы я не ждал здесь. Но тогда должна быть уже нормальная работа, в принципе. Так что, может быть, больше будет. Вот сейчас иду, меня должна Ира сейчас идти встречать. Когда быстро одевается и бежит. По поводу того, что устал, не устал. Ну, так нормально, в принципе, не особо устал. Было довольно-таки интересно, потому что много оборудования, которым я не раз, в принципе, не пользовался. И вот сегодня научился этим заниматься пользоваться. Мы, ну, в основном, работа заключается в том, что прораживаются типа вот такие вот тротуары. И вот с ним мы делали такой люк. В нем была самая сложность, и мы с ним очень много времени занимались им. Итоги под конец сделали и поехали домой. Вот. Регулировщик регулировал на Лигея. Ну, 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не было лавировали. И потом протокол про протокол. Протокол он запротоколировал, как интервью. Интервью ему, Лигурийский регулировщик, или чисто, да не чисто, рапортовал, да так запротовал, да. Рапортовал. Вот так зарапортовался про размок пропагодившуюся погону, что дабы лиц-концидент не стал претендентом. На судебный претендент лекурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе. Вот таким вот образом решили исправлять свою речь. Снимал все это? Да. Да минуту было, блин, я бы еще раз, я знаешь, как сама читала? Немного лучше, то я при тебе просто застеснялась. Сейчас я попробую еще прочитать ее с короваку длинную. Сена в сане, потом ведет Сеньку, Соньку с Санькой на санках. Санке скок, Сеньку ввок, Соньку ввок, все, все гроб, а вот тут-то только шапка и шишки шип. Затем по шоссе, Саша пошел, Саша на шоссе, Саша нашел. Саша. Сонька же Сашкина подружка шла по шоссе и засела сушку. Да, при том у Соньки вертушки во рту еще три вертружки. Аккуратно медовик, но ей не до медовика. Сонька и с подружками во рту по моря, переби по моря. Жужжик, так жужелица? Жужелица, жужелица, жужелица. Была у Фрола, Фрола, на лавров, навралу. Пойдет в лавров, на фрола, лавров, навред. Что, вахмистерс, вахмистершир, ротмистерс, тут насмитершир. Ротмистершир. В общем, немножко перехвалили почту польскую, и она, наверное, все-таки накосячила. И, наверное, докотячится всеми. Я уже, конечно, немножко распаковал, но покажу изначальный вид, как он был. А я, да, кстати, тоже обратила внимание на полочек. За поцелочек. Пришла нам посылка вот в таком виде вообще. С такой дыркой. Это порванная моя дырка. Все, что с других сторон. Все, как видите. И там, если палец засовываешь, что дырка, то... Ну, четко так трогалась эту. То есть я засунула туда палец, потрогала, что там ноутбук лежит. Вот, еще даже при нем, пока он там внизу стоял. Такое ощущение, что туда кто-то заглядывал, типа смотрел что-то. Ну, так, конечно, я от нашей новопочты больше уволен, потому что новопочта упаковывает как-то надежнее посылки. И вот ноутбук, который мы передавали знакомому, и он нам отправил. Ты его так и передавал, да? Да. Пробежал. Теперь его осталось заставить в сервисный центр, с чем тоже есть проблема небольшая. Точнее, большая. Так вот, вся проблема в том, что находится не в Кракове, а в седнем городе Казимира Величева, что-то такое, маленький городок. И они в основном его не понимают, ну как, можно, конечно, привести, но они в основном занимаются тем, что они через компанию ДХЛ отправляют курьеру, забирают, привозят, им они чинят, отправляют обратно, что стоит резолты, по-моему. Но я еще не уверен, стоит в одну сторону, либо в две стороны сразу. Вот. Короче, и плюс еще не знаю, какая стоимость примерно, потому что там они могут кустому загадать, ну, примерно, даже не представляю. Так что мы хотим сказать, точнее, я точно, стопроцентно говорю, что я не совсем недоволен этой компанией Польского океана, и совсем бы не рекомендовал покупать у них какую-то технику, потому что никто не занимается ремонтом этой техники в обычных сервисных центрах, надо только им отправлять. А некоторые к этому всему относятся, даже их некая техподдержка по почте, пофитистически когда относятся, и отвечают, может, видеть через неделю вам. Так что я бы не рекомендовал. Ирина, наверное, тоже. Ревизор не рекомендует. Да. Вот. Ну, в общем-то, всем пока. Всем пока.